Друзья, всем привет! Сегодня я буду обсуждать с вами новости уходящей недели, на которые я обратила особенно свое внимание. Как утверждает мэр Любляны Зоран Янкович, жители Любляны зимой не замерзнут. Сейчас из Индонезии движется в Словению корабль со 145 тысячами тонн угля, и в середине зимы ожидается прибытие еще одного корабля с углем. Примерно 50% жилого фонда Любляны имеют центральное отопление. Любляна увеличит долю источников энергии от биомассы на 20%. Треть источников энергии по-прежнему составляет газ, но его планируют заменить мазутом. Честно говоря, страшно представить, какой же воздух будет в Любляне от сжигания мазута. Любляна тратит за отопительный сезон более 170 миллионов кубометров газа. И это еще небольшая доля от того, сколько потребляют заводы и предприятия газа для своей работы. 30% частных домов отапливаются газом. И вот как раз собственникам этих домов придется сложнее всего из-за подорожания цен на газ. В ближайшие 5 лет планируют открыть в Любляне мусоросжигающий завод. И планируют, что Любляна станет еще более независимой от колебаний энергетического рынка. Правительства Любляны обещают не повышать резко стоимость коммунальных услуг. Но это не точно. Для меня удивительно, что доля солнечной энергии в Любляне составляет всего лишь 10% от общего объема энергоресурсов. Словения всегда гордилась своей экологией и стремилась к ее улучшению. Как в принципе и весь Евросоюз. Но как мы видим, к сожалению, ожидания не оправдались. Следующая очень важная новость, которую активно обсуждают в Словении. И которая очень взбудоражила русскоязычное сообщество. Это интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал американскому изданию Washington Post. В этом интервью Владимир Зеленский призывает Евросоюз прекратить выдавать туристические визы гражданам России. Но помимо этого Зеленский в своем интервью пошел еще дальше и предлагает всех русских, всех россиян выпроводить из Европы, лишить их виз и отправить на борьбу с путинским режимом. Зеленский утверждает, что всем россиянам нужно менять свою философию, покинуть Европу, вернуться в Россию и там начать борьбу с Путиным. Вы знаете, конечно же, эта новость эмоционально очень сильно затронула меня. Но она меня затронула не в том отношении, что сейчас Европа и в частности Словения прислушается к словам Зеленского и начнет активно нас отсюда выпроваживать. Этого как раз я почему-то не боюсь. Во-первых, например, Словения и Словенцы очень хорошо относятся к русским. Русские не сидят на социальных пособиях. Русские содержат бизнес, активно платят налоги, помогают бюджету Словении расти. Помимо того, что русские помогают экономике Словении, помимо этого русские очень сильно помогают беженцам из Украины. И таким образом, помогая беженцам из Украины, они также помогают правительству Словении, тратят свои деньги на украинцев. Но эти слова Зеленского затронули меня вот в каком ключе. Я вижу в этих словах очень сильное лицемерие. То есть сам Зеленский приглашает несостоявшихся оппозиционеров к себе в страну, выдает им украинские паспорта. Он приглашает оппозиционных журналистов к себе в Украину, выдает им тоже украинские паспорта. Как, например, недавно он выдал украинское гражданство журналисту Александру Невзорову. Я к Невзорову, конечно, отношусь очень уважительно. Была рада за него, что он получил украинское гражданство. Естественно, я осуждала притеснения оппозиционеров и журналистов в России. Но все равно я вижу здесь двойные стандарты. То есть я, президент Украины Владимир Зеленский, буду выдавать украинские паспорта тем людям, которым я симпатизирую. А давайте остальных россиян, которые неизвестны, которые вообще ни на что не могут повлиять в этой жизни, давайте просто возьмем их, обычных людей, обычные семьи с маленькими детьми, давайте отправим их обратно в Россию, пусть они там борются с Путиным. То есть ты выдаешь, извини меня, гражданство несостоявшимся политикам. Например, вот Илье Пономарёву, он выдал украинский паспорт. То есть этот политик не смог бороться с путинским режимом и уехал в твою же страну. А мы, простые люди, должны, значит, сейчас покинуть Европу и положить свои жизни на борьбу с путинским режимом. То есть здесь вот такие, знаете, интересные двойные стандарты. Во-первых, россияне помогают украинцам, как никто другой. Чувствуют украинскую боль как свою. И вы знаете, ни от одного украинского беженца я не слышала и не видела столько ненависти к россиянам, как я вижу эту ненависть от украинцев, которые живут очень давно в Европе. Которые так же, как и мы, в свое время переехали в Европу за лучшей жизнью. И очень много ненависти я вижу именно от этих людей. То есть не они беженцы, не им помогают россияне. И они вот сейчас стали вот в эти первые ряды гонителей русских. Конечно же, я надеюсь и уверена, что Евросоюз не будет прислушиваться к таким эмоциональным заявлениям Зеленского и выпроваживать русских из Европы. Это получается, что... Это получается просто фашизм. Просто фашизм. У Европы есть своя конституция, свои законы, в которых говорят о равенстве всех людей перед законом, о том, что нельзя людей судить по их национальности. И я надеюсь на здравый смысл европейских политиков, которые, конечно же, этого не допустят. И еще хочу добавить вот к этой новости. Мне вот интересно, как Зеленский планирует поступать с россиянами, которые живут в Украине с украинским видом на жительство. Например, у меня есть подруга, которая в свое время переехала из России в Украину. Ей не нравилась политика Путина, ей не нравилась жизнь в России, и она выбрала для своей семьи переезд в Украину. Она перевезла туда своего сына, с мужем они переехали. Сын ее заканчивал медицинский университет в Киеве. Сейчас он работает медбратом всю войну. Моя подруга сидит под бомбежками в Киеве со своей семьей от самого начала войны. И вчера мы обсуждали эту новость с ней, и она тоже пребывает в шоке от слов Зеленского. То есть человек живет, русский, с российским паспортом по виду на жительство в Украине, сидит под бомбежками, помогают украинцам, да, вот ее сын помогает. И то есть по словам Зеленского надо, значит, и таких, как она, тоже выпроваживать в Россию. То есть, понимаете, мне это вообще непонятно просто. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой новости. Следующая новость, которую я хочу с вами обсудить, тоже косвенно касается Украины. В Словению в конце августа планирует приехать российская оперная певица Анна Нетребко. У Анны двойное гражданство. Она имеет австрийское гражданство и гражданство России. С начала войны на Анну началась травля. Ее стали обвинять в том, что она поддерживала политику Путина. И ее очень сильно стали травить в интернете. Ей пришлось удалить свои соцсети. А также многие организаторы концертов в Европе стали отменять ее концерты. Но Анну очень любят и уважают в Словении. Она здесь долгожданный, дорогой гость. И сейчас в рамках Люблянского фестиваля снова пригласили Анну выступать. И представляете, украинское сообщество, которое живет в Словении. Прошу обратить ваше внимание, что это не беженцы, что это не украинские беженцы. А именно украинское сообщество, которое живет в Словении долгие-долгие годы. Вот они организовали петицию, под которую подписалось 700 человек. И направили эту петицию к организаторам фестиваля с требованием не допустить выступления Анны в Любляне на этом фестивале. Моё личное мнение, нельзя травить человека. Тем более Анна никогда не была спонсором путинского режима. Она давно уже высказалась, что она против войны, что она не поддерживает убийства мирных граждан. Но людям, которые привыкли и желают травить других людей, естественно, этого мало. И они набрасываются на женщину, на певицу и начинают её травить, требовать, чтобы она не выступала в Словении. Я вообще отношусь очень плохо к любой травле, какой бы она ни была. Я считаю, что вот эти вот петиции, которые травят одного отдельно взятого человека, недопустимы. И вот ради интереса я зашла на эту новость в Фейсбуке и почитала, что под этой новостью, об этой петиции пишут сами словенцы. И вы знаете, я не нашла ни одного положительного комментария в поддержку этой травле. Все словенцы очень сильно возмущаются. Очень сильно возмущаются, что украинцы, живущие в Словении, диктуют условия самим словенцам. Кого им стоит приглашать на этот фестиваль? Как им стоит относиться к оперной певице? То есть люди абсолютно все возмущены. И вот эта вот петиция, она еще вредна тем, что украинцы вызывают отторжение у европейцев, вот в частности у словенцев. То есть они вызывают дополнительный негатив у словенцев в свою сторону. И причем вот самое обидное, что от этого страдают беженцы украинские, понимаете? Потому что вот я читала комментарии на фейсбуке для словенцев, что украинские беженцы, что украинцы, давно живущие в Словении, они их как-то объединяют, они не разделяют, что это разные люди. И у них идет негатив к беженцам сразу же, к украинским. Хотя беженцы к этой петиции абсолютно не имеют никакого отношения. Я сталкивалась и сталкиваюсь со многими беженцами, с украинскими беженцами. И ни от кого, ни от одного человека я не встречала в свою сторону негатива. Ни одного. Даже беженцы, которые решили не оставаться в Словении, а решили вернуться все же в свою родную Украину, я до сих пор с ними на связи, мы до сих пор с ними созваниваемся, мы до сих пор с ними дружим. И они мечтают после окончания войны приехать в Словению уже как гости и повидаться, в частности, со мной тоже встретиться. А негатив весь идет от тех людей, которые давно живут в Словении. Которые, даже удивительно, которые даже имеют русских мужей или имеют наоборот русских жен. Они как-то вообще, как будто бы забыли, что в их семье тоже присутствуют русские. И присоединяются вот к этому хейту на русских. Мне, конечно, это вообще непонятно. И я не разделяю их позицию. Еще одна новость уходящей недели, на которую я обратила свое внимание. Оказывается, в Словении тоже бывают религиозные фанатики, которые считают себя защитниками настоящих христианских ценностей. И вот один такой религиозный фанатик написал у себя в социальных сетях, что неправильно с женщинам ходить в открытых, сексуальных, красивых бикини на пляж. И добавил, что женщине легко быть красивой в очень скромном купальном наряде. И разместил фотографию своей жены на пляже. Она была одета в костюм, очень похожий на те костюмы, которые носят мусульманские женщины. И, конечно же, он и его жена вызвали очень бурную негативную реакцию у словенцев. Потому что Словения – это свободная европейская страна, и никто не вправе диктовать женщинам, что им носить, как им одеваться. И, по-моему, даже после вот этого огромного негатива, его жене пришлось удалить свой инстаграм. Я тоже считаю, что никто не вправе диктовать свои условия и советовать женщинам, что им носить, тем более на пляж. И последняя новость, она уже не такая новая. Она произошла еще на предыдущей неделе, но она также остается актуальной. В окрестностях Любляны выловили королевского питона. И вот уже две недели пытаются найти хозяев этого питона и никак не могут отыскать. Непонятно, то ли хозяева уехали в отпуск, а в этот момент их питон сбежал, или хозяева устали от своего питомца и тихонечко его отпустили на природу. На самом деле, я не сторонник вот таких вот питомцев дома. Всяких рептилий, змей, каких-нибудь варанов у себя дома. Потому что такие животные могут угрожать жизни других людей. Очень бы не хотелось встретиться крокодильчиком или с каким-нибудь питоном на улице. Ну все, друзья, на этом я обзор новостей заканчиваю. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и пишите, делитесь своими мыслями, своими комментариями, какие у вас мысли, что вы думаете по поводу всего происходящего. До новых встреч, пока!